Друзья мои, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено источнику аминокислот. Многие наверняка не знают, что у птицы самое главное, самое основное, это чтобы в питании были аминокислоты. Потому как витамины и минералы, это уже, они стоят немножко на втором месте после аминокислот. Потому как аминокислоты помогают в организме генерировать и витамины, и минералы, и все, чтобы было хорошо. Итак, сегодня поговорим с вами о аминокислотах. Я покажу вам растение, которое пригодно в пищу канарейкам и которое содержит 18 аминокислот. И вам не надо будет покупать никакие химические добавки, там бренды разные, дорогостоящие, там разных стран. Сейчас пойдемте с вами в огород. Ну а по дороге, как говорится, в огород. Также хотел обратить ваше внимание, вот бархатцы растут. Не забывайте давать бархатцы, тоже полезные. Прямо вот можно зеленью, можно цветочками так отламывать. Потом сейчас еще, смотрите, сколько у меня мокрицы, тут все мокрица. Вот для тех, кто не знает, что такое мокрица, специально вам показываю. Шуба, видите, какая шуба. Ну, примерно длина, наверное, сантиметров 10. То есть, самый сейчас у нее запас жизненной энергии надо давать тоже. Это у нас звездчатка обыкновенная или мокрица. Итак, идем к траве, которая содержит аминокислот очень много. Вон там она в бурьянах. Вы в каждом бурьяне, как бы вы все можете найти, я не знаю где, в полях, в огородах. В общем, в бурьянах эта трава растет с ранней-ранней весны и вот до поздней осени, почти до зимы. Видите, у меня тут кролики вольным выпасом на мокрицы живут на разной траве. Вон побежала. Белая девочка, черный мальчик. Итак, друзья, смотрите, чем я хотел сегодня порадовать вас, чтобы вы в свою очередь порадовали своих канареек. Вот эта трава называется лебеда. Лебеда самая уникальная трава, на мой взгляд, потому что она содержит 18 аминокислот. Вы представляете себе? 18 аминокислот. В общем, вы берете вот эти вот... В общем, здесь у нас семена уже почти выспели. Я буду собирать эти семена и буду сейчас в зимнее время сажать в лоточки, чтобы получить на декабрь, январь, февраль, будет микрозелень из лебеды. Очень полезная будет зелень. Ну, помимо одуванчика, подорожника, я вот еще решил лебеды. Вот так выглядит осенью эта лебеда. Значит, смотрите. Вот эти вот веточки вы отламываете и предлагаете своим канарейкам. Здесь уже более спелые. Сейчас покажу вам молочно-восковой спелости куст. Этот куст красный, а там еще кусты есть зеленые. Идем дальше. Охранник мой, вон как за кроликами наблюдает. Смотрите, друзья, как тут все красиво сделано. Здесь у нас шуба из мокрицы. И вот она лебеда. Здесь она уже у меня, вернее, еще у меня с листьями маленькими. Сейчас я нарву несколько веток и пойдемте покормим вместе канареек. Вы посмотрите, как они любят эту лебеду. Они первым делом будут кушать вот эти вот такие вот пузыречки или кругляшки. Здесь содержатся семена. Итак, сейчас я нарву. В общем, вот такой кустарник. Их полно, полно, полно везде. Лебеда, очень живучая трава. Наломаем несколько веток, чтобы сейчас показать вам видео. Ну, на самом деле, я сейчас буду стричь этот куст по максимуму. Хочу предложить прям всем и попугаям сегодня дам, и канарейкам. Друзья, эта трава подходит как попугаям, так и канарейкам. Не забывайте, самое главное достоинство этой травы. Помимо того, что она содержит и витамины, и жиры растительные, которые очень полезны птицам, она содержит 18 аминокислот. Вот это вот меня покорило в этой траве. Вот для тех, кто хочет прям конкретно рассмотреть, на черном фоне я вам положил. Вот у меня на руках отсвечивает. Вот семена, видите, как выглядят семена. Тут роса еще у нас сегодня, утро раннее. Итак, идем кормить канареек. Вот перед нами лебеда. Вот перед нами канарейки. Перед тем, как давать травку канарейкам, надо обговорить. А вы делайте на свое усмотрение, кто как. Значит, по поводу мыть траву. Петушок уже проснулся, кукарекает за стенкой. Убираем вот такие вот обожженные листики. Нежелательные они. А по поводу мытья, смотрите сами. На моей траве в данный момент содержится только божья роса, потому что утро раннее, трава еще в росе, я буду давать ее таким образом. Мыть я ее не буду, потому что здесь семена где-то спелые, где-то недоспелые, где-то в молочно-восковой спелости. То есть, ценные продукты. Ну, я исхожу из того, что вот если в природе птица прилетела на этот куст, поклевала, полетела дальше. То есть, попала тут пылинка, песчинка. Да ради бога, пускай ест на здоровье, ей это только польза будет. Так визуально посмотрим, на траве нету, допустим, кала диких, остатков испражнений кала, допустим, диких птиц. Значит, эту траву можем давать. В плане клещей там разных, за свою практику, вот такую вот травку молочного скалосковой спелости я даю часто, много, ну и ни разу никакие клещи не перешли на моих птиц. То есть, тут нет клещей. Ну, вот я так даю. А вы смотрите сами. Хотите, мойте, вы смоете все спелые семена, и останется непонятно что, ну, зато будет у вас стерильность. В общем, друзья, на ваше усмотрение. Я вас предупредил, этот вопрос мы обговорили, и там давайте как угодно. Но я вот свою позицию вам объяснил. Сейчас будем скормить канарейчик. Ну и, как обычно, берем мы небольшую прищепку, желательно желтого цвета. Мне вот тут нравятся желтые, канарейки желтые. Закрепляем таким вот образом. Аккуратно надо закреплять, потому что он уже сыпется все с нее. Семена самые вкусняшка сыпется. Я вот так вот ее закреплю. Еще можно сюда вот так продеть. Все, я сейчас отхожу, а вы будете наблюдать, как они это все кушают. А вот даже я не отошел, она вон уже, вот эта моя розово-белая канарейка, прямо побежала пробовать. Смотрите, видите как? Вот в этом вся польза. И чем больше вы сейчас закачаете пользу в своих канареек, тем лучше они уже через несколько месяцев отозвутся, будут отзываться на ваш уход, на вашу заботу тем, что дадут вам хорошее, крепкое потомство. Друзья, не забудьте подписаться на канал, порекомендовать друзьям, знакомым, прям там ватсап пересылать, в телеграм пересылать. Пусть все знают, кто держит канареек, попугаев, что лебеда самая уникальная по своему содержанию аминокислот травка. Ни одна трава не содержит 18 аминокислот, а вот эта содержит. Еще эта трава называется гусиные лапки. Названий у нее еще несколько, вы можете в гугле там вбить или в энциклопедии взять в библиотеке и почитать. Все, друзья, продолжение следует. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok